Вот вам два бесплатных совета. Первый, как сделать интересную автомобильную передачу и второй, как заработать деньги. Причем один из другого вытекает. Итак, как сделать интересную передачу? Ну, не надо продавать эфир и продвигать залежалый товар, скажем так. Это для тех, кто, ну, променял автостоп на рекламу на хоккейных матчах. Ну, ладно, господь им судья. Мы постоянно ищем и совершенствуемся. И вы уже заметили, после того, как я свалил с комбината, автостоп стал более бодрым и совершенным. И эту тенденцию мы продолжим. А как заработать деньги? Конечно же, работать с автостопом. Павильон автостеклового Альберта не стоит на месте. И вот тот временной промежуток, который вы видели, повторы, был обусловлен тем, что здесь проведен ремонт. Почему? Да потому, что количество рабочих мест не справлялось с тем потоком клиентов, которые обеспечил автостоп. Возможен ли успех в небольшом бизнесе, который приведет к приличным результатам? Да так, чтобы без бесконечных погашений остабрылых кредитов и долгов. Почему нет, если взяться за дело серьезно и обстоятельно? Найти свою нишу и выгодно отличиться от конкурентов надежностью, сроками и качественного выполнения работы. Таких предприятий, по сути, немного, а в автомобильном бизнесе еще меньше. Вы уже заметили, что мы с максимальной осторожностью подходим к теме автомобильного сервиса. Ввиду практически полного отсутствия такового, но отдельные успешно протестированные заведения повышенного комфорта автовладельцев есть. Мы на собственных машинах приезжали сюда и в 90% случаев не сталкивались с проблемой поискового стекла, а в 100% с проблемой выполнения сроков и качества работы. Возможно, нам повезло, но везение вещь не постоянная. А постоянный поток клиентов от водителей газелей до владельцев мощных джипов и серьезных седанов – это показатель. Конечно, было бы глупо утверждать, что на пути резаков, параймеров и клея нет трудностей. Но их здесь, по возможности, пытаются избегать. Молдинги и уплотнители, замки – есть в наличии. А главное, в наличии есть опытные руки и мозги, без совместного усилия которых работать с хрупким материалом просто невозможно. И нельзя не упомянуть тему наличия автостекла. Так вот, благодаря всеобщей глобализации и унифицированности платформ автопроизводителей, сейчас этой проблемы не существует. Конечно же, если вы не приобрели уникальный агрегат. А цена замены вместе со стеклом в редких случаях превышает порог в 7000 рублей, что доступно всем. Ну что, вот оно, реальное подтверждение обычной житейской истины, что автомобильное стекло – это банальный расходный материал, который меняется, ну, не за 3 секунды, час-два и все, и поехали. И даже авторитетный кукурузер восстановил свое зрение, ну, благодаря китайскому автопрому. Да-да-да, без всяких, в общем-то, косяков и оптических иллюзий. Китайское стекло, которое стоит недорого, устанавливается и качественно устанавливается здесь, у Альберта. Вольфсваген – замечательный, распространенный и всеми любимый, Б5. И на него стекло тоже нашлось. И процедура заняла ровно столько же времени. А о результатах? А о результатах говорит то, что мы уже озвучивали в начале сюжета. Это постоянное увеличение потока клиентов. Павильон автостекло у Альберта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова